Трансляцию. Как ваши дела? У одного человека хорошо, у всех остальных не очень, да? У некоторых неплохо, я слышу. У нас сегодня лекция, которую мы ни разу не читали ни в одном году, потому что, не знаю почему, потому что не читали. Перед тем, как мы к ней приедем, давайте, может быть, у вас есть какие-то вопросы, есть насущные ваши проекты и кто-то делал какую-то фишу. Я могу на них быстро ответить? Или не быстро? Или вообще не ответить? Или вам все же менторы все рассказали, все хорошо? Все хорошо? Никаких вопросов нет? Никто после ничего не делает, да, я знаю. Ахер с ним? Это Руби там. Лето заканчивается. Ну ладно. А кто знает тему сегодняшней лекции? Никто? Вы просто приходите к людям? Давайте, кто-нибудь, назовите меня. О чем мы сегодня будем говорить? Что-то с рельсами связанное. Прямо про нашу Рубицу, да. Что-то связанное с рельсами. Нет? Это Дим. О, кто-то посмотрел уже, уверен, да? Молодец. Шучу. Короче, так получилось, что я вчера должен был вечером готовиться к этой лекции, но у моего хорошего друга был день рождения. Вот. Поэтому я сегодня выступаю в своем любимом стиле, короче, это стиль под названием полный экспромт. Вот. Я, конечно, почитал мануалы, сейчас вам их перескажу. Вот. Но мы будем сегодня с вами... У меня есть какой-то большой план, видите, целых два листика с кодом. Но это все ерунда. Давайте начнем-то. Начнем с экшн-кейбла. Ко мне у вас есть какие-нибудь идеи, что это такое, зачем это нужно и как это появилось? Кроме меня. Ни у кого. Вообще ничего. Хоть малейшее. В следующий раз. Пушер платный. Это еще что-то между ряду? Окей. Можно. Некоторые слышу с первого раза. Я тоже. Есть еще варианты? Ну, вот давайте подумаем название. Экшн-кейбл. Что такое вообще? Экшн-кейбл. Какой-то кабель там. Мы уже по Wi-Fi работаем. Зачем нам кабель? В соке-то канала. Я слышу правильные слова. Действительно, это так. Смотрите. В чем вообще есть идея, да? Когда придумали интернет, придумали протокол 6TP. Вот. Если вы знаете протокол 6TP, то он достаточно тупой. У вас есть юзер, да? Какой-то там. Ну, клиент, если он называется точно, условно. К сожалению, на видео это будет не видно, но вы представляете. Кто там слушает видео, что у вас есть клиент с левой стороны, у вас есть сервер. Да? И 6TP, так называемый клиент-сервный протокол. И вот как бы и смотреть диаграмму 6TP-соединительного действия, то она как-то, ну, вот такая, да? Пок-чпок. Пок-чпок. Ну, то есть это классический request-response. Да? И я думаю, для вас это не секрет. То есть вы как бы посылали ответ, запрос, получили ответ, такие все классно. Ты же болеешь. Точно не зародишь всех остальных людей? Надень маску еще. Я просто тоже на выходных болел, я не хочу болеть еще раз. Короче, есть request-response, да? Вот. И все бы хорошо, но вот это вот не покрывает все возможные случаи, потому что в этом веб стал больше, начал расти и расширяться, да? Вот. То есть все возможные случаи не покрывает. Давайте кто-нибудь может прикинуть, какой случай вот очень трудно реализовать с помощью вот такого взаимодействия? Ну, вот банально. Вы думаете, какие-то реальные сценарии из вашей реальной жизни, когда вы там типа что-то пользуете, и вот эта херня, типа, ну, прям херово работает. Ну, таблицик, я тебя немножко под коню, да? То есть, действительно, сам файл, если ты заклонишь в огромный файл, он типа закинется на тессер-вак, да? Вот. Но если мы, допустим, говорим про какой-нибудь там типа YouTube-чик, который вы загружаете в свой файлик, то вы файлик загрузили, да? А он потом там два часа, типа, процессится. Ну, или там час, или там 20 минут, или там 5 минут, да? И вот, как бы, вы же не ждете этого YouTube-чика? Типа, дорогой YouTube-чик, типа, подожду-ка я респонса два часа. Вот. Ну, потому что, как минимум, это с точки зрения ресурсов не очень эффективно. Вы там держите отрытое соединение, а еще у вас Wi-Fi. А если Wi-Fi залагал, да, то вы такие, типа, раз, ну, типа, и сорян, типа, глядь заново, жди еще раз два часа. Вот. Поэтому явно эти соединения не ждутся. Поэтому, конечно, как бы, мы, ну, очень долгое время люди думали о каких-то асинхронных протоколах, где вы могли бы, типа, посылаться какие-то сообщения, как-то там, типа, что-то делалось и так далее. Вот. Вообще, если говорить про сам HTTP, то в нем появилась немножко такая настроечка. Если рисовать про HTTP, HTTP 2, вот, то там схема немножко другая стала чуть лучше, на самом деле. То есть там, типа, можно посылать request, да, потом, типа, посылать response и еще посылать response и еще посылать response. Стало получше, но не идеально. То есть, типа, в принципе, такое-такое. Вот. Вообще, как бы, что бы нам хотелось? Нам бы хотелось от нашего какого-то такого синхронного протокола вот такой картинный мир. Мы хотели бы, наверное, что-то в стиле request, response, response, request, response, еще request, типа, еще, еще на обратный один такой вот. Вот. Ну, то есть, чтобы мы вот максимально асинхронно общались, при этом вот эта штука вообще можно, например, чат, да, то есть мы говорим, что вот там, типа, чувак посыл сообщение к одному, другой человек посыл к другому, и вот вы так общаетесь, смотрите. Вот. И долгое время это было достаточно трудно сделать, пока не появились, не появился так называемый протокол по названию WebSockets. Он, собственно, называется WS, WebSockets. Еще есть WS, это WebSockets. Secure, которые с SSL зашифрованы. Собственно говоря, протоколы в Сокете позволяют вам открывать из вашего клиента, читаете браузера, соединение с сервером, и общаются, обмениваются различными сообщениями в две стороны. То есть вы там посылаете на сервак, там, или подписываетесь, наоборот, какие-то другие истории, и как бы вы говорите, общаетесь, да? Вот. Еще раз. UDP. Ну, смотри, ты, во-первых, из браузера никогда не пишешь, типа, прям запросы, пакеты по такому UDP или TCP, да? То есть ты, в браузере, у тебя нет API того, чтобы общаться и так далее. Плюс, не забывай, что в UDP у тебя как минимум не гарантирована доставка, высокая, так как гарантирована доставка. То есть высокая, это не гарантирует, то есть он работает поверх TCP, и он гарантирует, да? То есть это как бы, вообще-то история про TCP и UDP, это же история про, как это, как эта модель называется, боже мой? Боже, как это, 7 уровней протоколов забыл. Давайте, кто-нибудь. Модель ISAP, как она называется? Еще раз? ISO? Нет, тоже система, секс, система протоколов, модель. Давайте. Стэк, питьевых, протокол, оси, спасибо большое, да, 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 да. Вот если мы говорим по стэк протоколов оси, например, тут будет TCP, то вот, если говорить про оси, то вот твои TCP-шные истории это транспортный уровень. Вот, а все вот это вот, то, что мы говорим сейчас, с HTTP, там, HTTPS, и там, SMTP и прочее, это прикладное, там, сенсовое представление, то есть, как бы разный уровень протоколов, поэтому они решают разные задачи. Поэтому нет. Вот, конечно, ты можешь, наверное, использовать TCP и ATP, но так-то они тоже из них не делают. Что-то еще хотел сказать перед тем, как мы начнем что-то, что-то ковырять. Вот. WebSocket, IP вместе с портом, не понимаю этого вопроса. WebSocket, это протокол взаимодействия, это синхронный протокол клиент-сервиское взаимодействие. Вот. Ну, все, конец. Протоколы IP и порты, это другая наша история. Короче, что хотел еще сказать, что в свое время такая историческая славка для вас, у них большого количества девайсов не было возможности стерилизации WebSocket, как протокола. Вот. Поэтому делали такой прикольный лайфхак. Если смотреть по диаграмму взаимодействия, это называлось long polling. Да? Long polling. Может, кто-нибудь знает, что это такое? Никто? Не встречал? Короче, это когда вы, типа, отправляете HTTP запрос и у вас остается открытая HTTP сессия, и в этом вот, вы не получаете респонд обратно, вот, и вы такие, типа, время, ну, на самом деле, это, наверное, все-таки это вот такая же история, на, то есть, request response, только вы каждые там, типа, секундочку спрашиваете, чувак, а есть ли новое сообщение, есть ли новое сообщение, есть ли новое сообщение, есть ли новое сообщение, вот так вот. Ну, и в браузере это выглядит, типа, то есть, реально каждый там, какой-то квант времени, посылается запрос, получаете респонс, получает, посылает запрос, получаете респонс, но это все в рамках одного TCP соединения, то есть, вы не тратите ресурсы, чтобы, ну, чтобы открывать там, делать огромное, короче, место манипуляции, вот. Иногда в реальной жизни, когда вовсоке-то не заводится, не работает, это применимо, вот, иногда нет. Вот. Мы проговорили про протоколы, теперь давайте поговорим больше по какой-то уровень перекладной. Действительно, в принципе, как, сказал один из ваших коллег, вот, есть большое количество сервисов, которые позволяют вам погрузить вашему сайтику приложения сокета достаточно быстро и безболезненно, да, допустим, там есть pusher.evo, по-моему, да, его, com, ну, типа такого, или там, просто погуглить WebSocket, WebSocket Services, какой-то API его еще появился, ну, они все время попадают, теряются, их много разных, вот, в чем идея? Идея в том, что иногда имеет смысл использовать сервис, а не писать какие-то свои на рельсе, что-то там делать, мутить и так далее. Почему? Потому что стоит понимать, что когда вы используете WebSocket, то у вашего клиента, который находится у вас на странице, у вас имеется открытая TCP-сессия. Вы прямо, типа, законнечены к серверу, вот, и открытая TCP-сессия, в котором общаются эти люди, это достаточно тяжелая штука. Ну, это прям сжет много ресурсов, CPU, там, память и так далее, да, если у вас там пять коллег, которые, там, на вашем сервере что-то делают, то вам окей, да, а иногда, типа, если у вас там пятьсот тысяч пользователей, которые что-то там активно там в чатике сидят, это может быть не окей. Поэтому тут надо смотреть, есть прикольный сервис, который позволяет вам подрубить высокие, быстро и красиво, и раньше всеми ими пользовались. Но потом в рельсах они такие сели, подумали, типа, это же классно, зачем нам там чем-то пользоваться, мы напишем свои. Вот. И в рельсах 5 появилась такая штука по названию Action Cable, которую сегодня мы с вами будем сговаривать. Вот. Action Cable, собственно говоря, это библиотека внутри рельсов, которая позволяет вам как и на бэкэнде, так и на во-фрэндэнде очень прозрачно подключить к вашему приложению веб-сокеты, вот, ну и с ними играться и работать. Чтобы как-то это премонстрировать и чтобы было сегодня интересно, мы с вами напишем сегодня какое-нибудь приложение, прямо с нуля. Готовы? Будем писать чатик. Вот. А чтобы это было еще более интересно, я еще более налажал, мы будем писать чатик немножко на реакции, чтобы прям вообще было хорошо. Вот. Но чтобы я в реакции потренировался и вы смотрели, как я косячу иногда. Вот. Смотрите, я буду сразу использовать последнюю версию рельс, потому что последняя версия рельс есть еще другая библиотека, о которой мы сегодня будем говорить под названием Action Text. Вот. Но вообще Action Cable по-моему работает с рельс 5.0 или 5.1 что-то такое. Вот. Давайте сгенерим проект. Что нам нужно? Во-первых, у меня есть, ну, когда я генерил проект, есть много разных опций, которые я все время люблю писать, чтобы потом не париться. Вот. У меня есть опция. Давайте как мы назовем проект. Чатик назовем проект. Это видно? Да, можно убрать уже, спасибо, больше. Уже не нужно. Я пока тут напишу много странной магии. Test. Keep System Test. Датабейс мы будем использовать SQLite3, чтобы не париться сильно. Ну, и вебпак у нас будет React. Я тут создал проект, просто я не люблю турболинки, я их сразу убрал, убил тест, выбрал SQLite базу и сразу сделал проект, который будет готов для того, чтобы использовать его с React. Я заранее поставил сегодня гемы, чтобы не ждать 15 минут, как это часто бывает, когда ты начинаешь это делать. Но может быть. Да, но NPM, NPM все еще придется подождать, к сожалению. Сейчас подождаем пару секунд. мы будем делать с вами очень простой чатик, где у нас будет просто имена каких-то комнат, чатиков, вот, и в эти комнаты можно будет заходить и как-то аккуратно складывать какие-то сообщения, как-то их там получать, отправлять, без имен, пока что без логина, может быть, если успеем, будет время хватать, потом добавим логинов и юзеров. Вообще, если читать саму документацию по Action Cable, она достаточно прикольная, понятная, вот, и, ну, когда ты начинаешь пробовать некоторые штуки без понимания того, как это работает в Sculpe, обычно ты сидишь как дурак, такой, типа, типа, что происходит. Я вам сегодня покажу парочку типичных ошибок там, любого разработчика, который первый раз работает с Action Cable, в котором ты сидишь, думаешь, почему нихера не работает, что происходит, почему ничего не управляется. Это довольно весело. У нас сделался проект, он называется Chatik, вот, мы сразу с ним, в нем, давайте откроем его в Vim, давай, Vim, ты же быстрый, вот, мы сразу добавим такой странный гем под названием, во-первых, мы Pride добавим, чтобы было хорошо, не люблю buyback, и добавим вот сюда, куда, гем, пока что не будем добавлять, есть гем под названием Nested Skaffold, я, короче, еще удивился, вы знаете, что такое Skaffold, да? Знаете? Окей, по-моему, не все знают, кто знает, что такое Skaffold? Не все, ну, если есть, что, под названием генератора, вы знаете, да? Можно сгенерировать разные истории, вот, и когда ты генерируешь Skaffold, ты можешь генерируешь какой-нибудь там чат, приписать его параметры, допустим, name, ну, и хватит там, собственно говоря, name, его сгенерит вам пополовину вселенной, в смысле он сгенерит контроллеры, модели, ассеты, все остальное сгенерит, вот, но при этом, как бы, проблема Skaffold в том, что когда у вас есть чатик, а у чатика есть какие-то вот типа сообщеньки, допустим, да, вот, вот, если мы сейчас генерируем сообщеньки, то сообщеньки, они должны быть внутри чатика, а они будут, типа, отдельно, отдельно будет чатик, отдельно будет сообщеньки, там нужно внутри их, вот, поэтому есть такая странная гем, которая называется Nested Skaffold, можно сгенерить Nested Skaffold, и, ну, также давайте, вот проведем, покажу вам, в чем прикол, да, я вообще сгенерю Rails Generate Skaffold Message, Message, и что у него будет? У него будет Data, Chat References, он будет ссылаться на чатик, потому что все сообщеньки принадлежат чатику, у него будут данные, вот, ну, и проблема заключается в том, что, если посмотреть внутрь, то он эти, он тут генел рядышком, то есть, видите, он прям положил messages сюда, вот, или же посмотреть Rails Road, видно, что, как бы, у вас отдельно живут сообщеньки, отдельно живут чатики, не очень красиво видно, ну, где-то вот здесь, вот отдельно у вас сообщеньки, отдельно чатики, поэтому я поставил, я поставил странный гем под названием Nested Scaffold, мы сейчас генерим с вами штучку под названием Chat Message, которая, в принципе, делает то же самое, так как оно будет, оно положит все красиво и будет красиво работать, как говорит, есть PowerWrite, а, подожди, что это такое, генерить, Scaffold, Chat Message, да, спасибо, Nested, конечно же, Nested, Scaffold, да, видите, он что-то нам погенерил, если посмотреть даже в Root, то он типа вот такой, вот, если зайти там в разные штучки, они будут прям лёвенькие. Попробуем наш Root, чтобы вот что-то такое, Chat Index, я думаю, здесь, вот, RakeDB Migrate, чтобы у нас накатить всякие штуки, затоняем сервачок, ну и, в принципе, наверное, у нас первая версия чатиков должна запулиться, завести сейчас, как бы Packer закомпилит тут всякие штуки. Окей. У нас есть чатик, у чатика есть возможность его создать, посмотреть, и я думаю, что нам нужно в чатик добавить что-то типа, а-ля, давайте возьмём чатик, чатик, туда зашёл, чатик, Index, и мы сюда упадём что-нибудь типа Messages. Я подозреваю, что это будет что-то типа Chat Messages, что-нибудь такое. Chat Message, Chat Message, Chat Messages, конечно. Chat Messages URL, URL, где мы отдаём ему чатик, да? Всё окей. Сюда. У нас есть Messages, мы заходим сюда, и что-то упало, говорит, не могу найти Chat ID, но срочка вам Chat Messages Chat ID. Давайте посмотрим, почему, потому что такое ощущение, что он не создал нам ничего здесь. В Messages у нас есть Chat Chat Messages. А что, почему? Кто видит ошибку? Давайте посмотрим ещё раз. Мы сказали, иди на Chat Messages, пошли по URL Chat ID, Messages, и он говорит, не могу найти колонку чата. А, всё, ты, наверное, тупой, потому что. А почему ты тупой? Давай посмотрим модельку, модельки Message, belongs to Chat. Ну, что за, а, вот видите, у нас как-то появилась моделька Chat Message, это я накосячил. Хорошо. Отмена. Всё. Вот. Ну, у нас есть, типа, первая версия нашего чата, но такая скучноватая, да, типа, если это вот так будете чать с друг с другом, то, типа, оно будет не очень, там, типа, вот, ну, согласитесь, да, вот такой, посмотри, вот такой, типа, вот, ну, так себе, так себе, честно говоря. Вот. Это наша заготовочка, которую мы дальше будем развивать. Смотрите. Давайте мы сейчас поведёмся по основным концепциям. Нет, давайте так, у нас это как интерактивная лекция, как сериал «Чёрное зеркало», да, мы можем сам сейчас React настроить очень пыренько, или можем пройтись по основным концепциям Action Cable. Тут, левая, правая. Понимаете, правую руку если React, левую если Cable. У некоторых нет руки, ничего страшного. Блин, как серьезно почитать, я не знаю. А какая рука должна была, какая? Правая если React, по-моему, все за React. Ну ладно, давайте настроим React. Через три часа. Ладно, с React'ом всё должно быть, наверное, просто, потому что я использовал… А кто настраивал этот React на проекте уже у себя? Как? Как? Пакер. Как получилось? Нормально. Смотрите, короче, React очень интересная штука. Надо к ней относиться как вещи, с которыми можно собрать машину и с которыми можно собрать колесо. Вот нам сегодня для того, чтобы использовать React, нужно колесо. Вообще в нормальных проектах нужна машина, чтобы ехать. Но типа мы сегодня на колесе доедем как-то, типа балансируем на ноге. Поэтому у нас сегодня React чисто такая штука, чтобы на одной страничке компоненты нарендерить разных, типа что-то сделать красивое. Зато, кстати говоря, сейчас я буду вспоминать, как это делается и как это делать, но если у вас есть какие-то вопросы и что-то вы не понимаете и что-то такое, то кричите просто в аудитории, я буду вам сходу объяснять, потому что для вас эти технологии достаточно новые, неизведанные, скорее всего, для многих. И вы такие, бля, что, куда, React, непонятно. Окей? Договорились? Хорошо. Чтобы React настроить, у нас есть папочка JavaScript, вот, у нас есть папочка Packs. Тут есть какая-то херня под названием Hello React, вот на нее можно подсматривать. Тут происходит какая-то неведомая магия, вот, достаточно легкая и непонятная, вот, и сверху говорят чувачки, если хотите этот экзампл сделать, то вот можете такую штуку вставить. Мы реально можем такую штуку вставить где-нибудь, и это реально заработает. Смотрите. Сейчас мы вставим куда-нибудь на наш, на наш вьюшечку с чатиком. А, у нас, кстати, есть вьюшечка с сообщеньками, которые вот мы здесь смотрим, да? Вот это вот все. Вот это все нам пока не нужно. А, ну давайте даже прямо это вниз херачить. Смотрите, я вставляю сюда здесь кусочек сжима скрипта, и тут, наверное, какой-то Hello должен возникнуть. Видите? Hello React. Работает. Вот. Давайте разберем, что эта штука делает, чтобы вы понимали. Я-то понимаю, вы, наверное, и нет. Смотрите. По факту в веб-пакере есть различные паки, да, которые вы можете собирать. Он туда зашел. Вот. Вот есть пак 1, пак 2. Вот. Это основной пак, который можно что-то таким типа всовывать и смотреть. Вот. Тут он еще собирает пак под названием Hello React. В этом реакте он импортирует сам по себе React как библиотеку. Вот. Вот эта херня, эта штука для проверки различных там пропсов и такой другой ерунды, это пока можно убрать, чтобы проще понимать, да. Вот. А что вообще происходит? Он говорит, дорогой JavaScript, когда у меня закроется весь мой дом на странице, да, пожалуйста, выпусти, выполнил кусочек кода. В этом кусочек кода он говорит, дорогой, дорогой React, дом, да, пожалуйста, срендерим какую-то компоненту под названием Hello Name React. Вот. И вот эту компоненту, пожалуйста, срендерим мне вот прямо вот сюда. Вот. А сюда, это значит, может, пересядет сюда. Посматривайте с уголка. Он говорит, типа, создай, пожалуйста, мне пустой div и в него срендери компоненту. Все поняли? Окей. Вот. Это так называемая, я это называю входная точка реакта куда-нибудь. То есть вам нужно часто, когда вы там, типа, собираете свое колесо, вам нужно делать свой компонент, ставь сюда компонент и что-нибудь с ней сделай, да? Вот. Поэтому мы будем делать, мы, наверное, не будем делать ничего такого. Мы сделаем сейчас свой, свой такой чатик, вот, вот, который у нас будет отдельным паком. Назовем его чатик. Чатик. Чатик.js. Вот. Которая скопировалась с application.js и в принципе здесь будет все, что будет, мы здесь возьмем и скажем require чатик. Вот. Этот require чатик, на самом деле, он такой особенный, потому что он пойдет, пойдет вот в этот чатик, в папочку, найдет здесь файлик index.js, вот, и этот index.js что-то с ним выполнит. Давайте проверим, прав я или не прав. Вот. Вот мы сейчас напишем консоль 1, 2, 3. Здесь у нас есть чатик.js, мы этот чатик.js вставим вот сюда, чатик. Вот. И что-то, наверное, как всегда, ничего не заработает, а нужно будет смотреть консоль. Давайте посмотрим. У, смотрите, 1, 2, 3 появился, не шестичок. Хорошо, что-то продвигается, значит, я ничего не все забыл. Теперь, что мы делаем чатики.js, да? Вот чатик.js по факту мы а, ну да, мы так и напишем, собственно говоря, смотрите. Во-первых, хотелось бы сделать разные компоненты в этой чатике, да? То есть у нас здесь будет папочка компонентов, компоненты. Вот. И вот в этих даю добавил. А вот она. Вот. И, блядь, за рекурсивная херня. Я так не хотел. Как это я сделал? Подожди, интересно. Как можно добавить рекурсивную папку? Реально, смотрите, компоненты. 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 О, не, есть дно. Это симлинга, что ли? Не, рили, как это проучилось. Ладно. Давайте еще раз. Энкадир компоненты. Вот. Папочка теперь одноуровневая. Красота. Вот. Ну и в этом компонентах мы накидаем у нас штучку под названием чатик точка чат, а то я потом запутаюсь. Чат.jsx, да, вот. Ну и в чат.jsx мы напишем нашу какую-нибудь базовую компоненту. Что на это нам нужно? Нам на это нужно что-нибудь подсмотреть. Посмотреть здесь нет ничего, неоткуда, поэтому будем вспоминать это, как работает из головы. Нам нужно импортнуть компоненту. Там реакты компоненты вот так, да. From React. From React. Вот. Вообще сильно говоря, сильно помогает запустить BIN Webpack. Webpack. Нет такого? Должен быть. А почему чатик здесь? Что такое? А, все. У меня есть чатик в чатике, поэтому я не туда перешел. BIN Webpack. Чтобы он подсматривал, рисовал красивые цветочки и еще прогресс рисовал. Вот. Сейчас он точно будет нам говорить, что мы тупые. А, ну подожди. Все хорошо работает, потому что ничего не сделано, да? Кто-нибудь сейчас об этом скажет? Сейчас мы все сделаем. Сейчас удались. Короче, в чатике мы реквариум 0 для чатик. Здесь мы ничего не сделали. Почему? Потому что нам нужно здесь неплохо было бы импортнуть чатик с component components чатик. Чат, да? Подожди. Чат. Так давайте чат кроме чат. Вот так. Все. Тут у нас GSX. Нужно сделать export default chat. Default chat. И нам бы еще неплохо здесь сделать саму компонент чат. Как я это уже не помню. Сейчас подсмотрю. Вот так. Класс чат extends добро пожаловать в 2015 я вас в JavaScript компонента. Ну и он какую-нибудь херню будет делать. Он будет делать рентр, который будет говорить return h1 офигеть h1 Ряд ли у нас будет слово офигеть в браузере который мы не досмотрим. Чё-то падает падает у нас говорит не могу реакт потому что да не шмогла давай но touchfile где он нашел бабили а может ребят я его удалил все хорошо спасибо как будто у нас это а может что не узнаем да что работает давайте хотя бы где-нибудь скажем здесь console.log 123 чтобы 4 чтобы не спутать 123 который до этого на случай что-то заквешировалось ну 1,2,3,4 нет все плохо нигде ничего нет я не знаю ну верно давай посмотрим messages index катик катик есть хорошо чатик это вот этот чатик ну короче чтобы понять что там все хорошо или плохо можно просто пойти посмотреть в руки чатик и посмотреть что-нибудь у него вообще долетело или нет ощущение что он сейчас пустой я что-то тупанул катик response ууу смотри там что-то такое жирное давай его копируем какой из них выбрать хороший copy link and dress мне нравится а чтобы вы понимали когда вы подключаете реакцию приложения и пишете 5 строчек кода вот такая херня происходит вот тут есть слово чат и слово чатик хорошо смотри что-то есть что-то добавил а ну подождите я же тупой да потому что хера он должен как мне 1 2 3 4 он нихера не срендерил и нихера не спаунтился поэтому мы его здесь напишем наверняка тут точно сработает оп но уже лучше уже что-то консель ни хера не могу понять что чего ты там пишешь модуль build fail какого хера ты 1 2 3 4 написал в смысле нормально все было нет еще так нельзя писать теперь жестко все давайте хотя здесь напишем а ну кого в кавычки нет это же строка вроде 1200 смотри тут есть ну короче да это компонент они не любят когда их с ними так обращаются ну теперь нам было бы неплохо вот слово офигеть вывести на экран чтобы как-то интервироваться вот для этого мы применим странную магию вот мы здесь сделаем то же самое что я удалил зачем я удалил там есть это в сансконтроле блин ладно короче придется писать руками короче нам нужно здесь написать документ может быть в галке где-то было не прям сильно впадают писать реально самому давайте посмотрим react attach to dom react dom о тут что-то должно быть гарантировано нам нужно сказать документ слово документ ничего нету ладно тогда говорим react to that что dom document ready так вот где мы еще что-нибудь найдем во хорош хорош это мне нравится так это это я видел это берем вы думали все так все программируют помощь капельпаста с интернетом что вы хотели так и потом нам нужно react-dom срендерить react-dom срендерить не очень не очень однозначно давайте мы на нашей страничке сделаем такую странную историю я сейчас вам покажу как мы напишем messages messages index это все уберем пока что и оставим можем закомментировать наверное не можем закомментировать сходу поэтому просто удалим напишем здесь чатик напишем имя его chat.name и напишем внизу что-нибудь типа div id чатик data chat id chat chat id book сейчас вам скажу зачем это нужно конечно все будет в 5 раз компайлинг не смотрите 200 123 у нас в нашем доме появилась такая вот история почему такая тупая я забываю что я пишу на не на слиме вот так надо сделать хороший old school у нас появилась в нашем доме точка куда мы хотим наш реак заманути в принципе можно в боди было хера но боди у нас доступен можно поэтому все делают такую странную штучку название мой id чатик вот здесь есть чатик id вот и вот здесь мы скажем что-нибудь типа катик js индекс js вот тут мы скажем что-нибудь типа давай-ка ты нам найдешь катик хотя ну давай нормально найдешь нам чатик document find by id да да это работает document by нет там есть же типа get спасибо большое да get element by id сквозь ретро можно но это типа жирно а это вот типа для своих чатик вот и я думаю что у нас найдется да вот ну и мы в этот контейнер его в пиндюрим вот а что мы в пиндюрим мы в пиндюрим наш чат вот так вот если я правильно все сделал то оно сейчас что-то сработает или ничего не сработает в mpacker не ругается jakdoms not define понятное дело почему я чтобы никому не рассказал давайте мы тут что-то импортнем импортнем react он откуда приходит нам react это уже react dom from react наверное оттуда прилетает react is not defined ну конечно ну давайте еще и react вам дадим бери все там через обитуй можно вроде бы или нельзя походу нельзя нет нельзя прости все да можно можно да 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 можно давайте так пока что сделаем в поду писать еще раз окей щехер помни что react vpack imported модуль render is not a function так render not a function я знаю где посмотреть мы делали я вчера накидывал что делать project есть проект под названием doter в папочке рубиться очень падал гуглить долго и тратить время мы сейчас посмотрим просто как это делается тарам парам 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 пум красиво сделали почти еще раз а я не тут его стендерил видишь говно он типа должен быть там был все хорошо видишь давай офигеть работает ништяк вот да вот давайте заниматься дальше у нас есть компонент в чате который что-то делает по факту мы хотим из нее сделать что-то чтобы она давайте подумаем она должна показывать сообщение да messages и должна сделать какую-нибудь штуку под названием new message какие у вас будут компоненты странные вот такая история поэтому это все в принципе сейчас копируем давайте сделаем компоненты под названием messages gsx сделаем компонент под названием new message gsx здесь у нас будет просто messages здесь ты летаешь как messages здесь ты будешь говорить пока что тоже просто один messages h1 вот чисто берем тогда все так копируем вставляем в new message делаем substitution говорим messages new message бум 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 шутяк cut сюда все вкендюрили забыли только наверное импортнуть импортнем message from message и new messages где вы чего вы за не следите new message from new message он все еще ругается говорит офигеть что происходит говорит new message не могу найти а я знаю что он говорит значит что за ошибка такая кто тут есть мастер реактор да короче реактор очень тупая херня он не когда ты даешь две компоненты я не умею я умею только одну вот поэтому есть старый способ для фагов который делает вот так вот вот молодые пацаны короче делают не так можно делать вот так вот реакт фрагмент большая а пустые что значит пустые теги вот так вот я думаю это шорткат попробуем не знаю но я думаю то же самое что реакт фрагмент да ну можно так но это будет странно обычно пишут так вот конечно реакт фрагмент типа смотрите у нас что-то заработало есть месседжи и new месседжи ну вот мы настроили реакцию лишь 15 минут нам далось в принципе это у нас base1 чтобы работать дальше смотрите ой не тот проект у нас есть такая история вот давайте подумаем что нам нужно сделать здесь чтобы вводить наши месседжи да вот да короче смотрите какая идея идея в том что у нас мы пока что будем писать тут есть две части приложения в одной части мы типа отправляем сообщение другие получаем сообщение логично что мы получаем сообщение для чатика с помощью вот той штуки которая как называется вот той давайте если я сказал что называется веб-сокет правильно спасибо вот мы получаем сообщение с помощью веб-сокетов на нашем нашем фронтенде да то есть мы сервера тем людям отправляем сообщение их получаем вот ну и чтобы был какой-то алгоритм то мы эти сообщения получаем складываем какой-то массивчик и массивчик рендерим здесь как сообщеньки да давайте вот сейчас чтобы у нас было точно красиво мы сейчас все дело с рендерем вот мы объявим какой-нибудь конструктор вот который у нас в props туда залетает в props залетают вот в конструкторе мы скажем что у нас есть this state который у нас будет в котором будет messages с которым давай пока что в какое-нибудь сообщение положим типа i am message да чтобы просто было хорошо вот ну и в рендере естественно мы эти сообщеньки будем рендерить как мы будем их рендерить мы будем их рендерить с помощью списка есть number клесть нам нужен да уэлька вот и внутри этой уэльки мы будем делать this state messages 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 map так закрыли тут у нас message ой давайте message сделаем не так а мы сделаем красивый message чтобы он был типа чтобы в нем были такие вот типа айдишка что там еще есть у нас и data допустим да i am message чтобы потом не париться вот вот в этот map взлетает message и потом мы его где где да вижу спасибо спасибо тут а слишком много да вот тут надо сделать не там так мы здесь делаем message data ли кажется вот так еще получилось аймесседж ни хера не работает кипром это ворник можно не гонорировать забейте творник будем его править или нет хорошо я тоже так думаю кому нужны эти ворники и вообще ему нужно кикер сказать я уже не помню кому говорить кей и ну он потому что чтобы не сравнивал сообщение короче вот у нас есть месседжи да теперь наша задача будет получать их сервера и прямо здесь вот и как-то вот красиво отрендеривать вот а тут мы начинаем с вами говорить уже про то как работают высокие то что такое вот если смотреть на action cable там с высока то в нем есть в принципе четыре три концепции четыре которых две я до сих пор не понимаю но две точно понятны вот первое что у него есть у него есть connection да вот connection такая штука которая отвечает у вас за то что вот вы соединились и вы что-то какой-то там чувачек чувачочек да вот то есть вы какой-то юзер ну как-то там соединили зачем-то сюда то есть ну как бы какие-то можно там логины-разлогины сделать здесь проще такая вот история вот connection в принципе это такая базовый класс для того чтобы там что-то с ним итерироваться вот но но гораздо более важная штука которую вы будете как-то работать она называется каналы вот к факту в рамках вашего высоких соединения у вас есть большое количество различных каналов которые вы можете использовать чтобы посылать разные разные данные да пример у вас есть страничка но страничка у вас вот здесь вот ностификации прилетают да это один канал здесь у вас допустим не знаю где-то в другом уточке клана определяют такие нибудь типа репорты это другой канал да а еще где-нибудь у вас там не знаю прилетает оповещение мчс о том что сегодня будет пожар и у вас там третий канал и вот эти три канала вы слушаете в рамках одного соединения да у вас все еще одно соединение но у вас есть три канала вот то есть фактически как бы сами по себе веб-сокеты они представляют собой соединение вот но в рельсах пошли дальше и придумали концепцию каналов чтобы как бы разделять в рамках соединения какие-то разные разные взаимодействия вот кто понял что я сказал один есть молодец ну хоть для тебя от души вот ладно давайте я вам покажу в принципе что это вообще работает как это работает и что это делает в рельсах есть такой же генератор для каналов давайте у нас чатик где чатик чатик есть он туда куда-то пришел давай сюда идти смотрите у нас есть релс генератор по-моему можно сказать канал и назовем его чат вот и он вам сгенерит такие вот истории он сгенерит канал под названием чат канал сгенерит вам пару какие-то джава-скрипты да вот вот смотрите если заглянуть внутрь что там у нас получилось у нас есть какой-то чат канал который в котором есть такие вот заготовочки которые называют subscribed и unsubscribe это какие-то вот методы которые вызываются внутри риск это у вас человек к вам подписался или отписался вот в принципе достаточно логичная история давайте пока сделаем супер тупую херню скажем что когда подписался то пожалуйста стримим все сообщения с канала чатик чат один вот и тут уже есть какие-то джава-скрипты которые к нам залетели под названием канал вот тут есть консюмер такая вот история это просто типа общее объявление рисового консюмера и вот есть канал который чат канал который в принципе можно прям копировать вставлять они лежат вот вот здесь поэтому мы вот этот кусочек с консюмером прямо скопируем нам вот прямо сюда чтобы далеко все время не ходить мы скажем здесь прямо в наш messages прямо упонем куда-нибудь куда упонем ты не знаю куда упонем я думаю мы это упонем в компани deadmount deadmount колбэк вот сюда вот и прямо сюда хиром скажем чувак смотри вот наш консюмер подпишись пожалуйста на канал подпишись на канал ставь лайк колокольчик просто подпишись на канал и тут есть колбэк и вот в принципе нас пока не очень интересует connect и disconnected пока что нам не интересно нам интересует received давайте когда у нас будет received мы будем alert просто посылать что нам пришло вот чтобы это все заработало нам нужно куда-то потянуть консюмера консюмерам нам нужно импортнуть импортнуть его нужно как обычно с какой-то жопы мира сейчас начинается интересная игра под названием подбери количество двух точек наверное вот так интуициями говоришь что мы в той тапочке консюмер консюмер угадал не угадал не угадал наверное на 2 меньше может быть да о угадал смотри вот смотрите что происходит интересно мы сейчас зайдем на нашу страничку где мы активно пишем чатик не заметим прикольные изменения мы заметим что ну тут ничего не поменялось да но вот тут видите вот в ваших логах появилась такая история то есть вы видите что у вас ваш WebSocket клиент подключился к вашей рельсе что-то там видишь он говорит steven from chat да окей если немножко покопаться вот тут вот в нетворках можно обнаружить что у вас вот на вкладочке vs которая скучается к WebSocket да появилась штука по названию кейбл видите вот этот кейбл он как бы подключился стал 101 там зелененький и он обменивается сообщеньками видите вот там как бы сообщеньки уходят там пинг 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 месседж ченнел есть такая история посмотрите еще раз чтобы было более визуально WebSocket на соединение да такая труба которая на сервер херачит да вот вот в рамках этого соединения вы можете вот этим чувачкам вот через такой вот протокол который рельс от вас скрывает отправлять различным каналам сообщения да то есть частично вот видите у вас есть такая вот штука которая говорит вот этот канал чат чат ченнел подпишись это вам клиент отправил обратно пришло от этого чувак подписан к вас все супер погнали работаем вот ну и так далее история чтобы чтобы как-то отправить сообщеньку человечку со сервера есть специальный API вот который называется Broadcast API это еще одна собственно говоря термин который вот есть есть такая штука Broadcasting да вот видите у вас есть такой пример который говорит берешь канал говоришь Broadcast 2 и погнали типа четки данными пихаешь в зубы да тут есть два две прикольных вот тут вот прям сильно слушайте внимательно кто спит просыпаетесь если когда-нибудь выключаете вы сокете среднего программиста это занимает примерно 8 часов за вот этой херни тоже вы тут не понимаете что происходит первая ошибка номер один да вообще в документации очень странно написано про Broadcasting потому что он говорит вот тут можно тут есть концепция что можно подписываться на разные там типа посты чатики как вот как типа как 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 instance чатики и прочее прочее да вот там какие-то параметры посылать но вот если копировать их отсюда бездумно и вставлять то ни хера не работает вот особенно в нашем примере смотрите мы на самом деле Broadcasting нашу историю с чатик да вот если зайти вот в консоль и сказать чат ченнел Broadcast Broadcast to там чат да какой-нибудь херни пока за продкастом сюда вот он скажет окиренно Broadcasting to чат чат видите и ты такой окей но я же стримлю from чат а продкастишь ты в чат чат типа как мне их соединить вот ну то есть он реально там делает какую-то свою странную внутреннюю магию которую очень трудно обмануть и для этого если покопаться в разных там типа документациях и прочее есть такой базовый класс который может тебе сказать action cable сервер broadcast и ты там говоришь просто типа чат и говоришь 123 допустим он говорит окей broadcast to chat о тебе хорошо теперь стал один чатик да то есть вот мы сделали сообщеньку 123 чат видите ну и мы ожидаем что вот сейчас вот здесь вот у нас как бы появятся какие-то там типа сообщеньки чат да вот так вот видите ну ничего это не появляется ничего кто если в течение 30 секунд или минуты кто-нибудь угадает почему не появляется накормлюсь сегодня обедом давайте накидывайте идеи у нас есть минута почему я сейчас вот с этого баткащу я гарантирую все работает чат 1 2 3 все классно прилетают должны прилетать сообщения но не прилетают я вчера 15 минут вспоминал почему это немножко готовился ну а эти идеи хотя в какие-то сеть не работает вай-фай лег не зашифрованный обычный протокол не всс все красиво подписано прям идеально горячо ну вот тут есть такая маленькая прикольная дизайна куда-нибудь туда канал идеальный 1 а? еще раз ну так и додумано ну строил консоль что-то не так гарантирую начни все так но не так не в тот объект что значит не в тот объект не на наш сервер ну вот прям почти идеально давай еще чуть-чуть дойдем до конца да все верно короче есть прикол с меня обед давайте по базиру догадался короче в чем прикол прикол в том что на продакшене когда вы используете ваш ваш экшен кейбл он очень прикольно работает он берет штуку по заданию редис которая база данных да вот и все взаимодействие через как бы все вот ваши взаимодействия подписки и прочую херню он реализует их через помощи с помощью папсап редиса то есть у вас есть типа подписка редиса на какой-то там типа топика и там у нее файл сообщение и с них считывает да вот но если заглянуть в заглянуть заглянуть вот сюда конфиг и посмотреть здесь есть кейбл яму то вы видите что в девелопменте короче такая история что у вас адаптер асинг и короче надо понимать что асинкронный адаптер просто вы в рамках своего процесса вот сервера породили процесс другой и в нем там что-то пихаете там какие-то штуки да вот но как мы у нас сервер один а консоль это другой процесс то они друг друга вообще не знают как бы один слушает один как бы канал другой приходит в другой канал но они типа эти каналы никак не связаны вместе с собой то есть вот это работает плохо вот поэтому что можно сделать прикольно мы просто берем копируем такую штуку кроме сейчас для демо мы сейчас сделаем да вот надо здесь поставить редис вот здесь вот поставить редис поставить гемчик его перезапустить здесь написать еще раз консольку еще раз перезапустить страницу и такие вот смотрите у нас есть сообщеньки здесь и мы такие вуаля если что-то не сработает это я на косячи вот они то что я вам не понимаю alert 123 и далее и вот у вас пришел по каналу чат ченнам это же 123 вот я вчера типа попросил я вспомнил что я такой проблем уже за два раза два типа сталкивался что-то вот так это очень смешная история короче мы научились посылать сообщение с этого давайте начнем научимся посылать какие-нибудь реальные сообщеньки у нас есть вот месседж наверное у нас есть месседж да месседж last отлично вот мы можем посылать здесь месседж last вот месседж last тут же и сон ништяк видите прям целое сообщеньку получаем прям офигенно вот в в наших чат ченнелах где мы тут что хотим куда идем куда идем консюмер не сюда эти компоненты месседжи да вот смотрите мы здесь получаем какой-то сабскрипшен ченнел и нам нужно все вот дело добавить сейчас у вас тоже будет интересная история под названием у нас есть стейт да как эта штука работает короче у нас же есть сет стейт и нам нужно внутрь в общем в реакте добавление в массив это очень больная история у нас есть стейт который мы здесь так же делаем потом у нас будет конст у нас конст будет месседжи с которым мы возьмем деструктуризируем наш стейт я забыл как это делается сейчас я посмотрю а? да, да, там, типа мы говорим, да я помню, что это еще я позабыл, что это на так вот мы говорим state 3.6 state messages bottom message вот и потом мы, конечно же, вернем ну, давайте пока просто вернем return наш messages ну суть в том, что типа у вас же есть чтобы менять стейт вам нужно использовать set state короче set state что вам нужно типа создать новый сейчас массив короче там типа потому что это же react и поэтому нужно типа ваш message который у нас называется data у нас это message будет у нас здесь давайте назовем его data чтобы было прям понятнее и у нас будет еще здесь messages да вот так это работает я могу ошибаться я точно ошибаюсь потому что мне говорит поэтому пакер где-то я накосячил точку запятой на чем-то поставил здесь я не хотел что-то еще накосячил спектр токен 1610 1610 да нет вроде все хорошо а, подожди вот же функция здесь, да? что-то я вот тут допустил все тут еще функция вот ну и технически если я правильно а, если сейчас что-то не заработает я скажу вам сейчас прикольно будет почему не заработает тоже мне расскажите почему смотрите здесь что-то падает говорит this state is not a function да? скажет почему this state is not a function увлекательная история из javascript а? да, все правильно вот тут не ругается говорит this state is not a function не о такой функции this вот, короче если разбираться то у нас контекст изменился если поставить дебаггер и что-то потыкать то дебаггер ну отлично приехали в смысле дебаггер is not a function is not a function а потому что с одним b, да? 2g так вот спасибо чуть дебаггера нет как жизнь простого программиста ну пришли мне сообщение пожалуйста вот оказывается что this здесь немножко поменялся он к сабскрипшн вот видите он какой-то другой вот поэтому кто знает как эту проблему починить быстро стрелочные функции куда? вот сюда скажи понимаешь в чем проблема? проблема что тут нет стрелочной функции потому что вот это объект вот здесь стрелочная функция да? я не знаю как объявить объект с функцией внутри в общем есть стрелочная функция реально работает есть дедовский способ учинить такую историю короче но можно сделать вот так вот и сделать вот так вот вот и будет сместироваться но она реально работать будет вот action cable у нас какое-то сообщение появилось что-то не очень но явно положилось что-то в нее давайте посмотрим что у нас там куда-нибудь о чем засунули вообще? а у нас реактор скажет что нет не будет работать давайте вот сюда еще посмотрим что мы все-таки в месседж кладем а то не очень понятно что у нас там мне кажется что там просто текст приходит надо его сделать джисоном он красивый был тоже как бесит перегружить страницу часто месседж из нас дефайн спасибо дата потому что я быстрее успевает а да по ходу строка или нет как там это делаешь джисон парс да джисон парс давайте так вот джисон парс ну клип уже объект присваивается что-то жалко что-ли джисон парс отлично пум 90123 чтобы это не значило ну технически все наш шатик работает вот мы можем сейчас нахерачить короче сообщение к нему типа он такой раз и типа фигачит вот но не совсем проблема которая сейчас есть с вами это то что у нас сейчас вот на же там концепция была у нас были концепты чатиков да у нас были чатики разные можно было в разные смотреть вот и иди сюда врут иди вот видите 123 вот и тут как бы была такая история но сейчас получается так как у нас все подписаны на один топик чатиков вот как бы сейчас все чатики будут получается после сообщения всех чатиков будут проходить во все чатики вот поняли идею мы сейчас подписались просто на слово чат то есть вам говоря если я сейчас сделал чатик по названию не знаю любовь мир жвачка вот и я хочу початиться в нем я хочу початиться в чатике 123 вот и вот видите это разные чатики вот и вот я сейчас подправлю сообщение с сервера пока что мы так ручно выезжаем то видите они все пришли а я не хочу так мне так не нравится вот поэтому в придумали в лесах историю что вы можете передавать параметры когда вы подписывались на чатик говоря я хочу подписаться на чатик вот такой да вот допустим с таким айдишником вот и вообще-то можно подписаться на объект сейчас подождите я подумаю как нет ладно давайте можно подписаться на объект если подписаться на объект то это выглядит довольно забавно сейчас покажу как это выглядит как вы можете чат контроллер че-че-че-чен че я ищу channels я ищу чат ченнел смотрите тут есть допустим можно сделать метчатик когда чат find by params chat ID. Да, и потом он может подписаться на чат. Вот, но чтобы на него подписаться, вам нужно получить этот чат ID как-то вот, ну, вот этот чат ID. То есть, давайте посмотрим здесь binning.pray. Вот, и если мы перезапустим, то вот видите, я сейчас здесь вылетел в дебаггер, и я говорю у меня слово params, у меня есть только channel, но нет чат ID. И он сейчас мне скажет охереет, типа, ну, короче, он сейчас упадет. Вот. А чтобы это сделать красиво, вам нужно пойти вот сюда вот, и сделать такую магию. У меня это сделать из чат ID, который вам нужно как-то сюда ставить, сказать this chat ID. Вот, наверное, у нас будет здесь какой-то const. Что я сегодня барпишу? const. У нас здесь будет какой-то чат ID, который будет, наверное, как чатик. как там get attribute, да? get get attribute data chat ID. О, отлично. data chat ID. get attribute data chat ID. то есть я здесь вот, когда, когда монтировал свою рак-компоненту, я у нее взял chat ID, потому что я передал его на бэкэнде. Вот. Сюда я его сейчас попытаюсь прокинуть. Вот. Также я его попытаюсь прокинуть в этой компоненте внутрь, как chat ID равно this props chat ID. Вот. И здесь я его получу. В месседжах я его получу. И в месседжах я, когда буду подписываться на чатик, скажу как-то ему да, я скажу ему chat ID, дорогой мой. Наверное, там немножко по-другому. Там вот такой вот channel и chat ID. Там есть пробел, нет? Ну ладно, надеюсь, нет. this а, z, конечно. А нет, тут еще можно this. props chat ID. потом передам его сабскрайблера. Окей. Сейчас, как обычно, все пойдет отвалится. Давайте попробуем. Компайлинг. Компайлинг. Что говорит? А, это нормально. Это политически падает в рельсе. Просто надо переживиться. Хорошо. Еще раз. Говорит. Can't treat properly chat ID of undefined. Index.js 8 здесь this chat ID, потому что почему там this вообще что-то ID? Наверное, просто chat ID. Да, он же типа завалит ее как-то. Давайте еще раз. И child это warning. О, смотрите. Я тогда, видите, я тогда говорю, что я streaming from chat. Вот. И тогда, если я хочу что-то бродкатность, то тут у нас вот уже работает история с бродкастингом channel. Тут уже так вот надо будет делать поумнее. Надо делать chat channel. Broadcast to. Мы говорим chat first. First. Message first. И далее. Смотрите, теперь я второй могу посвать чатик. Chant second. Ну, почти работает. Кое-где не работает. Может, по-моему, еще не работает, да? Что-то у вас набынул. Chat first. А, смотрите, все, я туплю. Я тупой, извините. Короче, есть stream from. Это, кстати, третья ошибка любого action cable разработчика. Есть stream from, а есть stream for. Очень много разных букв. Типа, когда ты делаешь stream for, как раз он берет твой объект и делает из него такую маленькую строчечку, видите? Красивую. Вот. А когда он делает from, просто его делают tos. Сейчас я делаю такую штуку и все равно ничего не работает, потому что react то как react дом не может почему так много ошибок. кинтекс error? А, подожди, потому что я тупой. Раз. Тут JSON, конечно же, да? Оп. Так. Давайте смотреть, может, сделать ошибки есть. Тут тоже не хочу. Куда я вообще отправляю? Ничего не приходит никуда? Хочешь что-нибудь придет? Так, давайте поднимемся. У нас будет первый чатик, который мы отправляем. И давайте во второй. У него красивое название. Оп. Во второй. Cut second. Это что-то че-то 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 message first cut second. Оп. И ты чего-нибудь приходит? Я ничего не вижу. Вы видите что-нибудь? Сейчас, подожди. Я сейчас сломал. Не знаю, почему так было. Это клоп. Чуть сообщение приходит. Subscribe есть. Chat ID 2. Соломалось это отлично. Давайте подбажем. Смотрите, мы говорим, что мы subscribe stream from chat. Frame for chat. Вот здесь мы говорим, что у у нас приходит chat ID. Вот. И мы его находим, у нас приходит параметр chat ID 2. Соответственно, мы говорим chat find by и все красиво. То есть, мы вот этот чатик делаем. Потом он из этого чатика делает такую странную строку под названием Z2. Вот. и здесь мы тоже говорим про чат Z2. Эти строки совпадают? Нет. Как? Как? А chat second точно чат? Давайте есть тупая история. Chat find by 2. А, в смысле find 2, извините. Ну, давайте наверняка find by id 2. Каким-то хером он делает из этой штучки такую историю. А, из этой штучки такую историю. Давай еще раз. Оп. Эээ. А, потому что я тоже дебил. Видите, я делаю find by, да? Все хорошо. Вот теперь здесь такая строчка, а здесь вот такая строчка. Еще? Так, передогрузка. Binding Prime, все отмена, передогрузка сервера. хорошо, давай, ты сможешь, ты справишься. и оп, так, оп, 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 далее. Нужно просто передогрузка сервер два раза. Поняли идею? Что вы смеетесь? Вообще, у меня есть, у меня есть, чтобы там, типа, сильно не париться, у меня есть реализация компоненты new message, сейчас мы в папочку doter зайдем, вот, я там просто вчера тоже игрался, есть компоненты new message, которые мы прям можем целиком скопировать и полностью, мне кажется, вот так, надо будет еще поставить axios, смотрите, new message, мы сюда так сейчас бахнем такую штуку, оп, это сюда уберем, еще добавим package json axios, который нам будет запросики отправлять, в package json, направим его сюда, сделаем yarn install, ты тоже сделал yarn install, здесь делаем yarn install, здесь сервачок допустим, и еще нам нужно будет сделать такую вот историю, чтобы не переживать, пока что, не делаюсь так дома в реальных проектах, но я сделаю, чтобы не переживать, вот так вот, все красиво, если я сделал правильно, то у нас сейчас будет чатик, мы даже ради интереса можем сделать вот такую историю, кто сейчас находит в сети под названием кибернет, или у вас другая сеть, другая, ну ладно, тогда мы сейчас сделаем вот так вот, нет, так грустно, мы сейчас сделаем ong rock, на шттп, 3000, как мне терпеть смотреть тебя, покажись, покажись, пошли тебе и смотри, хорошо, оп, есть htp 3000, есть ong rock, add following, мысли request, почему в окне, а-а-а, окей, давай, добавлю, condolios, config, environment, devion, давай прям тебя сюда бахнем, прям сюда тебя бахнем, так, надо переставить сервачок еще раз, получится ли у нас сейчас с вами початится, файл to complete a no connection, вот, не получится, я думал, что мы сейчас с вами початимся, но я вам просто покажу так, единственное, чтобы нам початиться, нужно будет еще вот здесь, вот, в нашем контроллере, там, где мы стоим месседжи, на action и create, сделать историю, что мы месседж создали, потом мы сделали чат channel broadcast cast to chat message to json тут на этот чат, сделаем сейв с таким, с кличником, ну, давайте попробуем, смотрите, у нас есть, у нас есть у кого хост 3000, у нас есть одна, один тавик, второй тавик, у нас есть там такая штучечка, а, кстати, я вам что-то не показал компонентов, хотите посмотреть, да, что делают компоненты, интересно, или вообще покер, ну, new message, да, там все очень просто, там прям типа, ну, гадалки не ходи, там просто, компонент, который реторит input button, в input он меняет, когда state меняется, вкладывает, вкладывает value, а когда происходит сендрик восемь на помощь, аякс, отправляясь на сервах запросы, просто отправляет ничего не меняем, просто он вот его отправляет и ладушки, вот, и технически, наверное, если мы сейчас говорим вот такую историю, то ничего не работает, потому что active record not found chained id identified, потому что где-то я, наверное, продавался, а я еще, конечно же, не послал здесь, не прокинул чат id, вот так вот прокинем чат id, еще раз перезагрузим сервер, не знаю, это чем, люблю перезагружать сервера, оп, 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 1, 2, 3, смотрите, классно, чпок, тут не работает, не работает, тоже все хорошо, ну вы поняли идею, да, вот у нас появился чатик, очень, чатик на минималках такой, можно делать разные комнаты и что-то чатиться, и даже что-то разговаривать, какие есть вопросы по этой части, вторая часть нашего сегодняшнего штуки, она будет примерно 10 минут, может даже 7, мы можем 7 минут, я думаю, есть вопросы по веб-сокетам и так далее, кто думает, что он будет использовать веб-сокет у себя в приложении, ты-то знаешь, что же используешь, кто-нибудь еще? Никто? Слишком сложно? Вы-то будете еще смеяться, я вам скажу потом где, вам придется, вам реально придется, я серьезно говорю, не шучу, ну ладно, да, смотрите, вторая часть сегодняшней штуки называется action text, да, вот, прикол в том, что типа никто эту жизнь реально не использовал, я тоже, вот, action text это такая добавочка в последние версии рельсов, версии рельсов там 6.0, вот, которая позволяет вам делать, которая представляет собой компоненту для реализации визи-вигов, кто знает, что такое визи-виг? Никто не знает, оно так пишется, визи-виг, визи-виг, такой вот, нет? да, 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 это называется, это вид шоу, как вот, если вот, 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 короче, такие специальные, очень rich text editor, текст компонента, который позволяет вам, ну, типа, классико редактировать текст, да, допустим, визи-виг, понятно, здесь тайне МЦЕ, один из самых популярных, тайне МЦЕ, то есть вот, если есть такой специальный HTML editor, или там какой-нибудь editor чего-нибудь, pricing, серьезно, вот, вот, это вот такая компонента, которая у вас есть, там, типа, текст, что-то здесь редактируете, там, балдом делаете, меняете шрифты, там, причем, мало того, что такая история, вы можете картиночку заплодить, как-то вот прямо два, ну, здесь нельзя заплодить, видите, здесь нельзя заплодить, картиночку, короче, заплодить, там, что-то, там, что-то там, табличку вставить, 4 на 3, прям, прям дикая дичь, да, вот, это называется визи-виг, вот, она часто вам генерирует какой-то HTML, лучше, конечно, генерить markdown, качество генерить HTML, которое потом вы можете прям вставлять, там, людям давать вставлять приложение. В рейсах тоже привел свой визи-виг, называется ActionText, он такой маленький, простой визи-виг, который вы можете классно кастомизировать и сильно не заморачиваться, вот, по факту, все, что вам нужно сделать, вам нужно написать ActionText Install, мы сейчас все сделаем, который, он добавит вам миграции, вот, а чем нужны миграции, это то, что сам визи-виг в рейсах умеет решать одну из самых основных проблем, вообще, это, вот, реально, я вам говорю, это огромная боль, потому что, там, разные редакторы, разные различные люди, которые часто такими штуками общаются, они прям очень любят, типа, загружать картинки в них, им прям хочется, у вас есть прям статья, и вам хочется прям загрузить картинку, вставить, да, но вот с точки зрения разработчика, это супер боль, потому что вам, ну, эту картинку загрузить, что-то какое-то заложить, загрузить, там, вся такая херня, да, и я помню, что реально, это раньше было прям геморройно, как это все эти картинки, как это загружать, как это сохранять, проблему решили они решили с помощью разных интеграций видите что они вам добавляют по дефолту 2 2 миграции она называется добавляет active storage штук который файлик у вас хранит и action текст который хранит различные текста то есть у вас в принципе ваши текста для вот этих вот редактора по не хранятся в отдельной модели вы просто их ссылаете вы их просто там берете с другой базы данных с другой таблицы извините давайте сделаем простую историю мы скажем здесь у нас есть хостекс контекст да то есть мы говорим что у нас есть модели к месседж у нас вот есть с вич текст дата если мы сможем наши чатиках сообщение отправлять красивые вот по-моему я удалил все эти истории не играешь с аппендинг конечно же играть дебе мигрейт да я помоя удалила типа все все роут но я знаю что если зайду на чат 1 messages new а вот тут хорошо вот не это не и чат я хочу зайти на месседжес я удалил еще можно зайти на страницу создания месседжа вот видите по дефолту ваша страница месседжа выглядит примеру так то есть вы там можете какой-то текст сбить и тут будет такой месседж некрасивый да или красивый вот но если мы используем экшен текст то у вас появляется такой специальный халвер по названию rich text area вот мы можем просто днем зайти сказать давайте зайдем сюда месседжес форма и здесь пожалуйста используя мнение text field используйте просто мне rich text area просто наверное без филда без филда когда ваш скучный импут получается такой не скучный импут вот где вы можете делать разные манипуляции вы можете там писать текст делать его балдом вставлять ссылочки какие-нибудь типа вот такие баха она там типа ссылочка она вставила ссылочка и красивая будет вы можете потом по-моему подредактировать когда что чё 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 он смысл я не знаю самое главное что можете какие-нибудь файлики здесь подропать вот какой-нибудь смешную картинку вставить где-нибудь давайте попробуем ставить pictures мою комнате ватарку вот она прям ставит меня сюда и сразу что-то там даже будет такая что написать в общем это будет такая типа штука для ну чего такого html подобно лайков а потом если мы сохраним конечно же мы сохраним это у нас есть работы потому что там все поломал вот но если зайти в консоль посмотреть на наш последний message last да вот он был вот видите в нем данные пустые ну типа это не то что у вас что-то не сработало это просто том что если вы читаете даты данные то они автоматически с помощью магии рельс посадывается с другой с другого этого с другой таблицы вот но если мы скажем на рту с видите что у нас вот такая вот херня появилась то есть мы вы вот вас прям все тут есть и картиночка и файл ней мои разные кита истории то в общем вы поняли да прям типа вам сохранил html прикольно что прикольно что он очень простой прямо типа можно там сесть поехать и он еще умеет on do-do тоже очень важная история вот не очень прикольно что реально очень простой хочется учета advanced ну и конечно можно классно кастомизировать там какие-то css навешивать и прочую историю вот собственно говоря вот все что можно сказать проекция текст это вот он берите используйте если вам нужно редактировать html если не нужно еще есть там 10 гибриде которые также можно использовать вот поняли идею чего вопросы замечания предложения расходимся хорошо спасибо большое ребят о вся Продолжение следует...